МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И далее некоторые темы выпуска. О перспективах в подробностях депутаты Городской Думы утвердили изменения в генеральный план Ноябрьска. В Ноябрьске заметили волка, причем видели его люди в разных частях города. И главное спортивное событие. Сегодня стартовал традиционный мини-футбольный турнир Двор без наркотиков. И начну с хороших новостей, которые пришли от родных маленького ноябрьца Кирилла Лукичева. Сбор средств на лечение малыша. Я напомню, у него тяжелая форма рака остановлен. Собрать удалось свыше 6 миллионов рублей. Этих денег должно хватить на операцию по удалению опухоли. Об этом нам сегодня по телефону рассказала бабушка Кирилла Татьяна Гончарова. Кирилл с мамой, они приехали сейчас из Германии, где пробыли 10 дней, прошли обследование. Врачи в Германии сказали нам о том, чтобы максимально сохранить ребенку жизненно важные органы. Желательно, чтобы это образование опухоли уменьшилось еще. Поэтому они сейчас пройдут два курса химиотерапии в Екатеринбурге, в детском онкологическом центре. И опять улетят на Германию. Там уже, я думаю, что все у нас случится. И прооперируют, и скажут, что подарят нам хорошие новости. На сегодняшний день необходимая сумма у нас собрана. Нам помогли собрать эту сумму фонд поддержки детям Емине, который перечислил нам на днях 2 миллиона. И поэтому у нас все состоялось. Нам очень помогли и организации нашего города. Я очень благодарна родителям и сотрудникам своего детского сада, где я работаю, Аленький Цветочек, за их помощь, за их вклад. Откликнулось очень много людей и маленьких предприятий. Огромное спасибо всем, кто помог нам в этой ситуации. Инвалид, значит, безработный. Фактически такой приговор людям с ограниченными возможностями, которые проживают в районах Крайнего Севера, вынесли в Минсоцразвитие. Документ о том, что инвалиды не могут трудиться на работе с вредными условиями, а к таким как раз и относится наш регион, он подписан еще в 2011 году. И с тех пор специалисты местного центра занятости неоднократно говорили о том, что даже когда для инвалида есть рабочее место, он не может его занять. Причина о ней пройдет специальную медкомиссию, сокращенно ИПР, где однозначно написано на вредные условия труда не пускать. Мы на сегодняшний день столкнулись с такой проблемой с нашими инвалидами, которые состоят на учете в службе занятости. Когда мы их направляем на работу, на квартируемые рабочие места, они у нас не проходят, согласно вот этого приказа, они у нас не проходят медкомиссию. И они у нас, будем говорить, наши теперь пожизненные. Сегодня на заседании городской думы депутаты утвердили изменения в генеральный план Ноябрьска. Напомню, документ был датирован 2008 годом и предусматривал развитие города на 20 лет вперед. С учетом сегодняшних корректировок он пролонгирован до 2032 года. Какие изменения ждут Ноябрьск накануне на заседании постоянных депутатских комиссий, рассказывал главный городской архитектор. Начну с ремарки. Генплан – это такой документ, который можно изменять, дополнять, но главное, он совершенно не утверждает однозначно, что в будущем все будет точно так, как написано сегодня. Скорее, он указывает направление, по которым будет развиваться Ноябрьск. Так, к примеру, в новом варианте от 2013 года отсутствует объездная дорога, которую по плану от 2008 года в Ноябрьске строить планировали, для того, чтобы разгрузить транспортный поток в центре города. Теперь же архитекторы посчитали, что необходимость в ней отпала, потому что часть автотранспорта вполне можно пустить по улицам «Северной» и «Изыскатели», где планируется возведение деловых центров, медгородка и жилой застройки. Строительство обездной автодороги, которое планировалось генеральным планом 2008 года, не потребуется при вводе в эксплуатацию ряда запланированных объектов и перенаправлении транспортных потоков по улице Магистральной энтузиастов, Шевченко, Северная, Изыскателей, что позволит разгрузить центр. К слову, по деловую зону, в которую горожане будут отправляться по Северной и Изыскателей, планируется частично реконструировать гаражные кооперативы «Ханто-1» и «Ханто-2». А там, где на этих улицах громозятся деревяшки, будут сплошь новые капитальные дома. Впрочем, Ноябрьск деревянный к 2032 году весь должен остаться только в памяти и на фото-видеосъемках. А Ноябрьск будущего – это еще четыре микрорайона многоэтажек и более десяти районов малоэтажной и частной застройки. Многоэтажная застройка в городе предусматривается, как и прежде, в восьмом, девятом, двенадцатом и тринадцатом микрорайонах. Среднеэтажная застройка запланирована в микрорайонах в западной части города – это микрорайоны П-7, П-7А, П-8, П-10 и в микрорайоне Вангопоровский. Планируется развитие застроенных территорий микрорайона города с целью ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. Это все микрорайоны, в которых существует деревянный жилой фонд. Частный сектор тоже разрастется. Ему место в южной и северо-западной частях города – это микрорайоны П-11, П-12, П-13, П-14, П-15 и П-18. Кстати, в 15-м районе под Литер-РП планируется отводить земли для многодетных семей. А в поддержку темы развития «Ноябрьска» депутат Анатолий Гампель поинтересовался, будет ли решена в новых микрорайонах старая городская проблема с нехваткой мест для хранения машин. Ведь сегодня буквально все дворы в пятиэтажках забиты под завязку. А там, где дома строятся девятиэтажные, ситуация может оказаться и вовсе катастрофичной. «Есть парковки, есть места для хранения автомобиля. Парковка – это катковременная остановка для посадки и высадки пассажирцев. И какое-то непродолжительное время автомобиль стоит и уезжает. То, что у нас происходит внутри микрорайонов – это просто используемые места для парковки. Для постоянного? Да, для постоянного хранения. Вот в генеральном плане, конечно, места для парковки не определяются. То, что я сказал, это места для организации постоянного хранения. То есть там коммунальные зоны, где могут быть построены гаражные комплексы, допустим, паркинги большие, крупные, многоэтажные». Кстати, именно под такие коммунальные зоны, где ноябрьцы должны оставлять свои авто, отводились площади на улице Магистральная. Но практика показала, что торговые павильоны там появились, а стоянок фактически как не было, так и нет. Подавляющее большинство горожан стремятся занять место поближе к подъезду. Удастся ли с этим что-нибудь сделать, неизвестно. Но по закону, возле жилых домов место для машин должно быть не более 40% от того, сколько в действительности требуется. Ирина Потихина, Александр Иванов. Новости нашего города. На Новопортовском месторождении успешно проведен первый на Ямале гидроразрыв пласта. Работы осуществлялись в области юрских отложений, которые характеризуются высокой сложностью геологического строения. Всего было реализовано пять операций гидроразрыва на четырех скважинах. По завершении операции ГРП все скважины введены в эксплуатацию. Их среднесуточный совокупный дебет в два с половиной раза превосходит прогнозные показатели. В Ноябрьске определены 10 дворовых территорий, которые этим летом будут участвовать в программе по благоустройству дворовых территорий. Напомню, впервые программа стартовала год назад с подачи главы городской администрации. В 2012-м при совместном финансировании муниципалитета и собственников жилья в порядок привели 10 дворов на сумму порядка 100 миллионов рублей. В 2013-м и сумма, и количество дворов остаются прежними, причем горожане к 100 бюджетным миллионам добавляют около двух с половиной и на общем собрании решают, как преобразить свой двор. Как правило, большинство выбирает обустройство детских площадок, оборудование дополнительных мест для стоянки автомобилей, асфальтирование проездов и дополнительное освещение. В итоге по результатам отбора субсидии получат 4 ТСЖ на благоустройство 14 многоквартирных домов и 2 управляющие организации на благоустройство 21 многоквартирного дома. Добавлю, еще несколько детских площадок летом будут обустроены за счет муниципалитета в рамках программы благоустройства. Игровые комплексы уже закуплены. В окрестностях города бродит волчица. Об этом новостям нашего города рассказали люди, которые видели хищницу, причем в самых разных районах города. Буквально прошлой ночью волчицу видели в лесном массиве, что в детском парке, а за несколько дней до этого даже в одном из жилых районов города. Волка видела в районе 8-й школы, уверена, потому что по походке, по хвосту, по самой морде было видно, что это волка, а не собака. Оснований привлекать к ответственности нет. Полицейские не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила щенка из окна. Напомню, это произошло 1 мая. В этот день жительница дома номер 13 по Холмогорской употребляла алкоголь, чего, собственно, сама и не скрывает. От удара о землю пес погиб. Однако после проведенной проверки сотрудники полиции не нашли достаточных оснований для того, чтобы привлечь ее к ответственности за жестокое обращение с животными. Ноябрьский городской суд вынес приговор в отношении водителя, который обвинялся в покушении на дачу взятки. В январе 2013 года на Карамовском посту сотрудники ДПС остановили автомобиль, в фургоне которого была обнаружена рыба ценных пород общей массой почти 2 тонны и без сопроводительных товарно-транспортных документов. Водитель задержанного автомобиля попытался дать госавтоинспектору взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение проверки и возврата ему рыбы. За что и поплатился, суд назначил ему штраф в размере 12 миллионов рублей. Правда, с рассрочкой на 5 лет. И если приговор не будет обжалован, мужчине придется ежемесячно выплачивать по 200 тысяч рублей. Неповиновение сотрудникам полиции или превышение служебных полномочий. В социальных сетях появилось откровенное письмо одного из жителей города. Молодой человек обвинил сотрудников ДПС в произволе и применении физической силы без достаточных на то оснований. Так ли это на самом деле, выясняла моя коллега Ксения Епишева. «Разлетелся хвостовик. Полностью в дробеске. И седло расцарапано, кожа уже на седле. Разбито все. Далее зеркало. Ну то есть это деталь не красящаяся, не требующая покраски. А она вот с такими глубокими царапинами получилась вследствие этого. И пластик треснул». На мотоцикл Андрей копил почти три года. Теперь копит на ремонт байка и на адвокатов. Виновными в том, что дорогой мотоцикл требует ремонта, молодой человек считает сотрудников ДПС. По его словам, 9 мая при попытке задержать мотоциклиста полицейские уронили его с байка. «Стоял на перекрестке, пытался настроить зеркала. Подлетел экипаж ДПС, подлетел без криков остановиться в рупорт, без каких-то сирен, просто со включенными мигалками спереди, просто срезал. Рефлексом бросилось сцепление и пошел по обочине выходить от них». Погоня продолжалась недолго. Мотоциклист говорит, проехал несколько перекрестков и остановился. «Стоял так с поднятыми руками. Подлетел экипаж ДПС, также встал спереди, то есть их камера вперед снимает, никуда. Выбежали сотрудники. Когда они бежали, уже было понятно, что ничем добрым не закончится. Я махал им руками, кричал, успокойтесь, куда вы, прокрикивал сквозь шлем. Ну, сотрудники ДПС начали просто избиение». По словам Андрея, никакого сопротивления сотрудникам ДПС он не оказывал. После происшествия, говорит, снял побои и обратился в правоохранительные органы с заявлением. «Действительно, в следственном отделе по городу Ноябрьск, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ямал-Ниньевскому автономному округу, зарегистрировано заявление одного из жителей города Ноябрьск по факту применения к нему физической силы со стороны сотрудников полиции. Данный факт применения физической силы он оспаривает, считает, что они превысили свои должностные полномочия. Мы по его заявлению проводим проверку и по результатам которой будет дана юридическая оценка как действием самого заявителя, так и действием сотрудников полиции». Что касается Андрея, то по данным госавтоинспекторов он далеко не самый законопослушный водитель. Водительского удостоверения категории А, то есть права управления мотоциклом у него нет. В принципе, этого он не скрывает. В ГИБДД говорят, что Андрей далеко не единственный, кто катается без прав. «И сама манера вождения мотоциклом, скутером, мопедом оставляет желать лучшего, конечно. То есть водители указанной категории в редких случаях соблюдают правила дорожного движения, придерживаются правил. То есть стараются каким-то образом допускать агрессивную манеру вождения. То есть это и ускорение различные, то есть запредельные, это и игнорируют простые элементарные правила дорожного движения. То есть как раз все это к этому и сводится, что общее количество нарушений возрастает, поэтому и внимание, оно, в принципе, ко всем одинаковое. Но сотрудник госавтоинспекции уже изначально, выявив правонарушение, обязан принять меры пресечь подобное правонарушение. Ну и в дальнейшем, конечно же, это и поможет, в принципе, сохранить жизнь и здоровье тому, кто управляет этим транспортным средством». Довольно трудно понять, кто в этой ситуации прав, а кто виноват. Слишком много вопросов, пока остаются без ответа. Так что ставить точку в этом запутанном деле пока рано. Ее, скорее всего, поставит суд. Если, конечно, до него дойдет. Для начала следователь выяснит, какую из сторон нужно привлечь к ответственности. Ксения Епишева, Александр Иванов, Григорий Кураптев. Новости нашего города. Напомню, в нашей официальной группе ВКонтакте размещен опрос о том, как жители города относятся к мотоциклистам. Кроме того, в комментариях вы можете высказать свои предложения о том, как навести порядок на дорогах. Итог мы подведем на следующей неделе. Продолжается электронная подписка на газету «Слово нефтяника». Оформить ее можно на сайте ноябрьск.рф. Для этого достаточно зайти на страницу, кликнуть баннер «Слово нефтяника» и далее следовать инструкции. Также на сайте можно подписаться на мобильное приложение SN для планшета iPad. Электронная и мобильная версии газеты распространяются бесплатно. А вот о том, что интересного, можно прочитать уже в этом номере «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Мониторингом интернет-пространства озадачилась прокуратура соседнего города Муравленко. В результате были обнаружены сайты, на которых рассказывалось о наиболее действенных и безопасных способах дачи взяток. Через суток удалось заблокировать. Какие еще сайты могут попасть в поле зрения прокуратуры и как выглядит борьба с коррупцией сегодня, читайте на первой полосе свежего номера. Формулы, пробирки, колбы, опыты, эксперименты. Без химии сегодня сложно представить развитие любой сферы жизни, будь то медицина, металлургия, топливно-энергетическая промышленность. О своей работе в преддверии профессионального праздника газете рассказала Елена Юшкевич, старший лаборант химического анализа лаборатории номер один западно-ноябрьского месторождения «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». Один день с профессионалом на четвертой странице номера. Городскому ОМВД 17 мая исполнилось 30 лет. Начальник ноябрьской полиции Александр Подзин дал интервью СН. О том, какая криминальная проблема стоит в городе на первом месте, как ведется борьба за чистоту рядов полицейских и когда состоится переезд в новое здание, читайте на развороте шестой и седьмой полосы. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Выпуск продолжат. Новости спорта. Ноябрьск вздохнул футболом. Сегодня стартовал традиционный мини-футбольный турнир «Двор без наркотиков». События грандиозные. Это уже седьмые по счету состязания. Из года в год растет их престиж, число участников, их мастерство и мотивация. А вот то, что остается неизменным, так это то, что организаторам соревнований выступает компания «Газпромнефть». Я хочу пожелать вам, чтобы этот праздник остался с вами до следующего турнира. Чтобы у вас желание тренироваться и выигрывать не проходило. А чтобы где было играть, позаботиться «Газпромнефть». Речи прозвучали. Пришло время первого удара по мячу. Честь открыть турнир выпала командам «Ястреб» и «Газпромнефть-2002». Кто будет хозяйничать на поле, стало ясно на первых же минутах. Едва команды разыграли мяч, его снова пришлось устанавливать в центральном круге. «Газпромнефть» открыла счет. В итоге соперникам юношеского состава «Газпромнефть» пришлось доставать мяч из сетки еще десять раз. Итоговый счет 11-0. «Газпромнефть» «Газпромнефть-2002» «Газпромнефть» Потому что могут нам тоже забить. Параллельно отчаянные бои шли еще на двух площадках – возле третьей и шестой школ. Эти корты, к слову, тоже были построены при поддержке «Газпромнефти». В этом году число желающих попробовать свои силы на футбольном поле оказалось рекордным. Заявки подали 32 команды. Двор без наркотиков по праву считается самым демократичным турниром города. А принять участие в нем может каждый. Здесь не важна физическая подготовка или мастерство в обращении с мячом. Достаточно простого желания. Идет такая тенденция, сами взрослые команды уже хотели заявиться, есть желание именно играть дворами. А почему мы не играем? Мы тоже, у нас двор, двор без наркотиков, мы хотим пропагандировать. И поэтому, конечно, их инициатива будет воплощена на следующих турнирах. Матчи будут проходить до 26 числа с 10 утра и до самого вечера. В воскресенье прозвучит финальный аккорд. Лучшие команды разыграют главный трофей турнира. Посмотреть действительно будет на что. Стоит отметить, что абсолютно все участники соревнований получат ценные призы от компании «Газпромнефть». Кроме того, шанс уйти не с пустыми руками будет и у болельщиков. Среди них проведут лотерею, в которой будет разыгран айпад последнего поколения. Кирилл Мигель, Александр Иванов и Григорий Куропцев. Новости нашего города. Врачи выяснили, какие напитки являются самыми вредными и какие самыми полезными, особенно летом. Что касается алкогольных напитков, медики считают, что слабоалкогольные опаснее крепких именно из-за низкого содержания в них этилового спирта. Таким образом, человек с трудом может контролировать их употребление. А вот в рейтинге самых полезных напитков в летнее время первое место занимает молоко. На втором месте в топ-листе какао. Этот напиток снижает риск развития диабета и нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Томатный сок прочно удерживает третью позицию в летнем рейтинге и особенно полезен людям с большой физической нагрузкой и находящимся в стрессовой ситуации. На четвертом месте расположился зеленый чай. Пятое место занимает горячий шоколад, повышающий общий тонус организма. Апельсиновый и грейпфруктовый соки замыкают список самых полезных летних напитков. А вообще жидкости в летнюю жару надо выпивать не менее двух литров в день. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 24 мая в Салехарде облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный. Температура 4 градуса выше нуля. В Муравленко без существенных осадков. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура 2 градуса тепла. В Ноябрьске пасмурное без осадков. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура плюс 2 градуса. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура плюс 2 градуса. Продолжение следует...